Сегодня около часа ночи страшное разочарование постигло жителей дома 2В по улице Анри Барбюса в Екатеринбурге. Они лишились своих капитальных сараев и всего находившегося там нужного и ненужного имущества. Однако на пасти жителей улицы, носящий имя французского писателя-коммуниста Анри Барбюса, чей самый известный роман, кстати, называется «Огонь», их беды и злоключения начались еще вчера. Не выдержав плюсовой температуры и бездействия коммунальщиков с дома съехал снег. Да не один, а вместе с шифером. Мы остались без света. Вот посмотрите вот сюда, вот это все упало сегодня вечером, когда все растаяло. Это вообще невозможно. Они обещали сегодня нам все почистить и, как говорится, ну как обычно. Банки на карманы, а сами это... Больше других отсутствием в доме электричества были огорчены мужчины. Как же ведь в половине 12-го футбол, спартак, арсенал. Рисковать и подключать самостоятельно провода не стали, а уложив жены детей спать, всем домом отправились в раздевалку центрального стадиона, куда предварительно перенесли телевизор и три бутылки горячительного. Но посмотреть им удалось меньше половины первого тайма. Выпить, соответственно, тоже. Страшная весть долетела до болельщиков. Добро горит. Трезвые злые мужики бросились на спасение сараев, проклиная всех подряд и пожарных, и жен, и вялых футболистов спартака, и нищих с паперти Ивановской церкви, которые, по мнению мужиков, и есть главные виновники их злоключений. Вот те люди, которые христиане побирают в свою церкви, вот они ночуют в этом сарае, именно вот здесь вот. Сколько бы чего я там более-менее такого не ложил, там одежду, штаны там, все это, все это, все это выметалось. И вот эти люди ходили в моих вещах, и вот эти христиане, так называемые, вот мы до чего дожили. Ни квартиры, ничего. Полежал, попил, закурил, бросил, убежал, стой, да. Вот и кончается, вот это всем таким вот. Мы тоже вроде люди, вроде тоже христиане, мусульмане, вот только вчера отпраздновали Курбан-Байрам. Вера христианская здесь, конечно, ни при чем. Бомжи, они и на паперти, и на вокзале бомжи. А то, что ночной пожар от футбола отвлек, так многого не потеряли. Спартак опять с треском продул и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Так что водку в любом случае с горя пришлось пить.